Привет, друзья! С вами Серафим. И продолжая наше прохождение баннер-саги, мы, как вы помните из прошлой серии, наткнулись на окруживших нашу деревушку драгов. Это те самые плохие и нехорошие, которые вечно суют и делают свое злодеяние. Вот здесь в домиках уже начинается битва, как вы слышите по звукам. И мы предприняли решение оставить двух молодых, девушку и парня, все-таки нам помогать, так как девушка попросилась, а парень решил тоже за нее вступиться. Ну, действительно, пусть начинают пораньше уже привыкать к этим суровым временам и подготавливаться к суровой реальности. Давайте начинать! Как и ожидалось, количество драгов растет. Неподалеку вы слышите неуместный дикий смех. На площадке, за грудой трупов, какой-то человек в одиночку отбивается от четырех драгов, орудуя расщепленным копьем. Трайгви сзади, кричит Айвер, бросая на вас суровый взгляд. Пусть Трайгви и известен как сумасшедший, по крайней мере, он из тех сумасшедших, которые знают, как держать копье. Он улыбается до ушей, когда понимает, что прорываться придется с боем. Порядок ходов. Герои двигаются в выбранном вами порядке, слева направо. Порядок ходов очень важен при выработке стратегий. К примеру, ставьте лучников после воинов ближнего боя, чтобы они были в безопасности у тех за спиной. Чтобы менять порядок ходов, перетаскивайте значки героев. У него даже кольцо у этого ненормального есть. Так. Первый у нас пойдет Айвер. Потом Рук, Эгиль. А, Рук у нас лучник. Тогда Эгиль. Шизика. Тогда поставим. Я думаю, так. То есть Айвер у нас как самый главный такой. Пусть первый ходит, распределяет, что как. Потом Шизик. Кстати, у него какое-то кольцо. Посмотреть нельзя, да? Ладно, артефакт какой-то у него есть. Эгиль. Рук и Олета. Кстати, Олета не перестаю любоваться. Красиво очень сделано. Как и все в этой игре. Так. Ну, готов. И вот он. Бой начинается. Вот здоровый, конечно, этот парень. Так, в общем, три обычных 5 на 8 воина и один 13 на 9. То есть, которым надо броню убирать очень срочно. Это мощные драги. Причем, посмотрите, как они очень красиво выполнены. Такие. У этого большой наплечник. У них у всех большой наплечник в качестве щита. Да, у этого еще и дополнительный щит большой. Так. В общем, этот копейщик будет отсюда нападать. Этот варл будет, наверное, вот здесь. Ты будешь здесь. Варл будет здесь. Ты будешь здесь встречать на себя атаку. Это лучница будет здесь. И этот лучник будет здесь. Я думаю... Давай еще вот так встанем. Ну, отлично. Вот в такой стратегии будем стараться как-то удерживать, не пускать этих ребят. Давайте. Тот, что со щитом, никак не ляжет. Позволь мне разобраться с ним. Так. Ну, со щитом понятно. Это для больших дядек разговор. Так. Подойди. И вот здесь таран. Кстати, что это? Отбрасывает соседнего воина на состояние 2-4 клеток. Насять 1 единицу урона броне. Плюс 1 единица за каждого воина, через которого пролетит отброшенный. Ну, он много не пролетит. Поэтому мы нажмем просто атаку. 7. 8. Давайте попробуем 8. Отлично. Вот это было супер. Блин, ну вот этот здоровяк меня смущает, конечно. Так. Ну, давай шизика натравим на этого драга. Будем надеяться он справится. Так. Так. У тебя есть прокалывание. Давай. Пошел вон. Отлично. Посмотри. Он решил походить немножко и умер. Потому что истек кровью. Значит, у драгов есть кровь. А раз у них есть кровь, значит, их можно убить. Так. Как всегда, тут красивые пейзажи на этих полях битвы. У нас есть рог. Нормальное настроение. Сила воли. Плюс 1. Можно кому-то подарить. Так. Наш юнец. Наверное, запустим его. Или не запускать. Пусть ждет своего часа. Что ты можешь, юнец? Каменная стена. Вот это для тебя самое нормальное. Набирайся брони побольше. Так. Ты стрелять... Докуда можешь? Нет. Не можешь, да? Ходить. Ну, давай. Вот сюда. Атаковать. Не, не может. Хорошо. Конец хода. Вот это уже... А ну. Ой-ой-ой. Что это было? Вот это он щитом спугнул. Парня. Но. Но. Наша Олетта. Знает хитрые приемы. И мы начнем разрушать ему щит. И не просто так, а по-серьезному. А ну давай. И уже минус 2. Так. Наш. О, вот так вот он и станет. Чтобы, если что, двоих доставал. Так. Таранить не надо. А ну этого. 7. Давай. 8. Отлично. Минус 1. Ну, 2. Ну, ничего страшного. Так. Ты можешь... А. Сильно много не походишь. Давай тогда сюда. Нет. Так. Ты пойдешь... Сюда. И давай все-таки учись... Драться. Ломаем и щит. И не просто, а по-серьезному ломай. Еще минус 2. Очень неплохо. Так. Ты. Пометить жертву можешь? Нет. Не можешь. Ты можешь просто атаковать. Щит. 2 жизни. Нет. Давайте будем убирать ему щит. По-серьезному так. Отлично. Так. Алеточка. Наша замечательная красавица. Стреляй. И опять же ломай. Там здоровяку щит. Он, кстати, один уже против нас всех остался. Так. Наш... Замечательный друг. Большой дядька. Ну, знаю. Давайте попробуем... Таран. Чтоб неповадно было. Давайте. Неплохо так. Ну, два. И еще себе один отнял. Так. И вот наш... Так. А как это перевернуть? Ну, давай. Вот так подойдешь. Прокалывание. Ну, давай. Восемь. Вот это было сильно. Вот это силен парень. И наш юнец... Его добьет. Вот он и получил опыт в битве. Ваша слава растет. Айвер получил повышение. Это замечательно. И восемь славы. Сложность. Бой может быть слишком сложен. Смело меняйте сложность битв, если вам слишком трудно. Или наоборот, если вам хочется игры посложнее. Чтобы изменить сложность, нажмите Escape или кнопку параметры на интерфейсе путешествий. Не волнуйтесь. Вы можете изменить сложность в любой момент. Это не окажет влияния на сюжет или принимаемые вами решения. Ну, я выбрал самую легкую сложность из трех доступных. Потому что... Потому что... Так. Вы оглядываете поле битвы. Я, пожалуй, подойду с... А, я, пожалуй, пойду с вами, ребятки. Говорит Трайгви. Если у вас нет других планов. Айвер бурчит что-то неразборчивое. Так. В общем, он шизик, но хорошо воюет. Но неизвестно, что от него ждать. Черная Орда сползается с опушки леса. Хватит, говорит Айвер. Оглядываясь через плечо. Мы возвращаемся. И добавляет, подумав. Рук. Я хочу еще раз проверить близлежащие дома. Попробуем найти кого-нибудь. Наблюдать. Убедить немедленно возвращаться. В общем, стоит, наверное, все-таки проверить дома. Да, люди, ну, эти драги, конечно, нападают, окружают. Но вдруг в домах еще какие-нибудь дети, допустим, остались или еще кто-то. Поэтому давайте выберем. Мы не ищем легких путей. Будем искать. Вернувшись, вы видите, как каменный великан появляется с другой стороны дома. Он безмолвно нависает над Олетой. Его лицо каменное, ничего не выражающая маска. Более жуткое, чем любой злобный рев. Когда он заносит свою огромную палец, время словно замедляется. Крикнуть Олете, выпустить в него стрелу, броситься на него с топором. Я думаю... Так, крикнуть Олете. Давайте бросимся на него с топором. Вы бросаетесь к ней, и Олета поворачивается к вам с растерянным лицом. Затем она оборачивается и застывает, как вкопанная. Драг слишком далеко, чтобы достать его вовремя. Да ладно. Внезапно Эгиль прыгает между драгом и Олетой, подняв свой щит. Чёрная каменная булава обрушивается на него. Щит Эгиля сминается, как бумага, а вслед за ним и тело юноши. Мгновение спустя рядом оказывается Айвер и перерубывает шею драга. Он мёртв, говорит Айвер, глядя на расколотый череп юноши. Олета задыхается, закрывая руками лицо. Я осматриваю другие дома, говорит Айвер. Попробуй найти кого-нибудь, а затем встретимся в тронном зале. Вот и одно из первых наказаний. Мы сделали выбор, решили поискать живых в домах. Но это стоило нам того, что на Алету напал очередной драг. И опять же выбор. Я даже не знал, как мне поступить, окрикнуть её. Но я не знаю, она правильно ли отреагирует. Как видите, у неё пассивный страх. Она была как вкопанная. И мы даже прыгаем часть с топором на врага, всё равно не успевали. Но, тем не менее, нам, с одной стороны, повезло, что вступился этот юноша. Но, с другой стороны, ему не повезло, так как он просто отдал свою жизнь. Ну, не просто, конечно, за Алету это, может, оно и стоило бы. Но, тем не менее, хорошего человека мы лишились. Вот они и жестокие последствия выбора. Так, вот здесь герой, вот здесь задание. Давайте, а вот есть маркет, магазин. Ну, давайте поможем ему. Или поговорим просто. Нашёл кого-нибудь? Несколько человек, я отправил их внутрь. Боже, это плохо. О, Гилле. Это моя вина. Он был хорошим бойцом для своего возраста. Сирота. Я думал. Я уже забыл, что это такое биться с драгами. Я давно не практиковался рук. Смотри, сколько тебя знают. Ты всегда избегал говорить о драгах. Самое время начать говорить. Могу тебе сказать, что они редко останавливаются на отдых. Чем раньше мы идём, тем лучше. Они будут идти за нами, пока мы не начнём спотыкаться об оставших женщин и детей. Тогда они и нападут. И даже когда мы все поляжем, они продолжат идти, топча наши трупы. Им нет конца. Как вообще кто-то выжил в Великих Войнах? Спроси целителей. Меня там не было. Но я знаю, что ты своё повоевал. Да, я убил достаточно драгов на своём веку. Вот почему теперь ты сможешь нас спасти. Не говори мне такого. Давай, идём внутрь. Надеяться, конечно, на одного великана тоже не вариант. Так, кстати, надо будет ещё глянуть на карту. Но это мы сделаем, наверное, уже в следующей серии. Так, у нас есть маркет, герои и задание в главном здании. Нас окружают драги. Обстановка накаляется. Парень отдал свою жизнь. Причём, очень даже жалко. Он бы нам ещё пригодился. И он бы мог ещё вырасти в большого и классного воина. Но не судьба. На этом всё на сегодня. Увидимся в следующих сериях. Кому понравилось, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, чтобы не пропустить новых, самых интересных серий и вообще других видео. С вами был Серафим. Увидимся.